вот такие вот классные стейки получаются из обычной рыночной говядины кстати они на самом деле очень вкусные и нежные это антрикоты по классическому рецепту привет любителям гриля ребят у меня наверное один из самых частых вопросов которые задают в комментариях к видео это можно ли из обычной говядины с рынка приготовить вкусный сочный стейк на самом деле можно например если это антрикот сегодня мы приготовим антрикот на гриле причем готовить будем по классическому рецепту по которому готовили антрикоты в советских ресторанах лучше всего антрикот получается конечно же на угольном гриле поэтому я сегодня буду готовить на sns киту на угольном вот но в принципе этот рецепт можно также повторить на газовом гриле и можно сделать его на билетном ну давайте перейдем к ингредиентам их у нас сегодня минимум собственно давайте покажу что у меня здесь есть во первых у меня здесь ребай на кости я его купил на рынке вот на местном именно с ним мы будем работать тут ребай и две косточки общий вес этого куска гет примерно 1 и 6 килограмм кстати если будете покупать это мясо на рынке то возможно некоторые мясники не знают там ребай что такое все это просто на самом деле толстый край на кости то есть прям так и спрашивать я хочу толстый край на кости еще нам нужна будет соль перец обычный черный и вот компоненты нашего пряного зеленого масла и гарнир на гарнир я буду использовать луковицу красную а для пряного масла нам нужно будет собственно масло 180 грамм сливочная 82 процента лимон он правда здесь не весь нужен будет и вот примерно 5-6 веточек петрушки еще я очень люблю зеленое масло добавить остренькие поэтому буду использовать соус шрирача на самом деле он здесь такой опциональный ингредиент можно во первых его вообще не добавлять а можно использовать любой другой острый соус или например просто добавить немножко порошка чили из дополнительных аксессуаров основных нам нужен будет вот такой вот поддон с решеткой молоток для отбивания мяса хотя он тоже опциональный я потом расскажу почему очень важный момент это термометр карман карманный потому что мы готовим по классике и прожарим наши стейки до medium will и для масла я буду использовать вот такой вот зип-пакет застежкой 20 на 30 давайте начнем действительно на самом деле все очень просто готовится но приготовление антрикота там есть много всяких разных нюансов которых я сейчас расскажу вот кстати рыбай вот так выглядит кусок мяса ну вот видите вот он рыбай чего прям сразу видно очень хорошо и он у меня на косточках здесь две реберных костей толстых вот они но косточки нам естественно сегодня не потребуется сначала подготовим собственно сам рыбай значит во первых смотрите у него здесь есть такая вот шапочка вот ее видно она вот здесь с этой стороны плоская вот а с этой стороны она немножко потолще вот она нам не нужна поэтому избавляемся от нее обычно она довольно легко снимается прям руками вот но если что-то где-то не идет помогаем ножом эту шапочку можно легко пустить на фарш а еще из нее можно сделать шикарные рулетики я как-нибудь потом сниму рецепт шапку сняли теперь избавляемся от ребер вот смотрите здесь у нас вот кусок мяса да вот его видно это рыбай филе вот и такая еще одна шапочка дополнительная вот ее мы не будем убирать мы оставим но ребрышки их можно просто аккуратно срезать прям идем вот так вот по кости и снимаем их ребрышки кстати вот эти ребят я их собираю обычно и потом из них делаю шикарный говяжий бульон ну чаще всего там 46 ребер нужно на бульончик теперь смотрите теперь у рыбая у него здесь такая вот тоже косичка есть она нам тоже не потребуется тоже ее либо на фарш либо на другие нужны и вот у нас чистый красивый ребайчик из которого мы сейчас нарежем стейки правда сначала я рекомендую избавиться от этой пленочки часть кстати это пленки можно также руками снять эта часть нужно будет срезать ножом тут сайте слишком сильно с ней упираться не нужно с этой пленка они вообще пленки в рыбая они довольно нежные они при приготовлении так расходятся и не особо сильно чувствуются но вот этого достаточно вот у нас все чистое красивое мясо и теперь смотрите что с ним можно сделать если у вас нет супер острого ножа такого слайсера например вот тут хороший слайсер острый то лучше это кусок мяса убрать в морозилку минут на 30 чтобы он немножко так потверже стал тогда его будет легче резать а вообще разрезаем его на 4 равных части то есть я прям вот так вот намечу сейчас вот ведь вот так вот такие вот четыре у нас стейка получится они где-то толщиной 22 с половиной сантиметра у нас будут вот такие вот они вот четыре прекрасных красивых рыбайчик а вот а теперь пошли нюансы от эти антрикоты их нужно отбить отбивать их можно либо молотком вот таким вот молотком например вот либо тыльной стороной ножа принципе эффект одинаковая получается но здесь есть нюанс я отбиваю антрикоты обязательно после того как посолил их и поперчил значит тут в чем делается ребят смотрите нам же отбивание суть отбивания в чем то чтобы размягчить мясо и соединительную ткань немножко нарушить до чтобы она стоит был мягче поэтому если мы его солим сначала а потом отбиваем то соль она работает как абразив но и перец тоже то есть она помогает размягчить эти самые волокна поэтому делаем так а теперь накрываем чем-нибудь например вот таким пакетом и отбиваем отбиваю я ребята вот этой вот рифленой стороной но на самом деле не взять можно и плоской стороны убивать хотя мне рифленый эффект нравится больше тогда у нас соль врезается как бы волокна мясные ну вот и отбиваем его примерно чтобы он стал в два раза тоньше он при этом еще в полтора раза увеличивается в размерах со второй стороны делаем точно так же кстати слишком сильно удары наносить не надо потому что иначе вы его тогда разобьете совсем вот все вот он подготовлен прекрасный антрикот и выкладываю его на поддон значит у нас сейчас будет следующий этап чтобы он немножко помариновался и очень важный момент чтобы он подсох кстати про поддон видите да то есть у меня поддон у него в него вставлена решетка значит в чем прелесть этого поддона в двух словах буквально он очень хорош потому что у нас мясо она получается сохнет подсыхает со всех сторон то есть она у нас не плавает в соках в своих собственных если мы положили их просто на какую-то поверхность а она проветривается и снизу и сверху это не обязательно делать вот именно на этом таком поддоне то есть можно что-то подобное так сказать придумать если у вас дома например есть какие-то определенные там аксессуары которые позволят это сделать ну а теперь собственно покажу как ножом отбивать ножом я отбиваю тыльной стороной да то есть отбиваю примерно так вот сначала таким образом по диагонали а потом таким образом эффект достигается похожий на молоток и на самом деле по вкусу они практически не отличаются ну вот видите такой же вот посмотрите рядом сейчас положу вот они примерно одинаково одинаковые площади получились одинакового размера и толщины все готовы у нас подготовлены вернее антрикоты кстати я хотел сказать для протокола значит ребят у нас уходит у меня на антрикоты примерно 1 чайная ложка соли но можно полторы если любите посолонее и примерно половина чайной ложки черного перца теперь важный момент ребят значит смотрите у антрикота у него ну как вы знаете вкус формирует корочка да поэтому нам нужно получить красивую поджаристую корочку чтобы была такая богатая реакция майяра для этого важно следующее для этого важно чтобы у нас поверхность мяса подсохла у нас вообще сейчас первый этап весь он будет посвящен тому чтобы подсушить поверхность мяса ваш когда она сухая соответственно с корочка получается лучше вот поэтому я щас убираю антрикоты в холодильник на самую нижнюю полку и мы будем мариновать их примерно минут 30 поскольку у нас сегодня съемки а вообще лучше всего оставите где-то там часа на четыре вот так тогда они действительно очень хорошо подсох и пока у нас есть время сделаем зеленое масло рецепт сайте тоже достаточно классический петрушку сначала мелко порубить только листики рубить петрушку стать надо как можно мельче чтобы она лучше отдавала ароматы свои масла вот смотрите ее в нарубленном виде вот фракция такая нарубленном виде примерно 2 столовых ложки должно быть отправляем ее в емкость для замешивания туда же значит отправляем масло все 180 грамм она должна быть комнатной температуры такой достаточно мягкой чтобы легко можно было замешивать еще нам потребуется треть лимона а именно сок туда же этот сок выжимаем у его где-то здесь получается одна полторы столовых ложки и теперь пошла остриночка я добавляю примерно чайную ложку шрирачи ну а теперь просто замешиваем она у меня правда не очень растаял они еще не успела но ничего сейчас пока я буду мешать она разойдется ну вот она уже практически полностью готова тщательно перемешал так чтобы равномерно у нас петрушкой все остальное распределилось а теперь отправляем это масло наш пакет застежкой который 20 на 30 теперь масло сваливаем такой колбаской к дну пакета и можно даже ему помочь каким предметом таким плоским вот у нас получается такая красивая ровная колбаска масляная все теперь убираем его просто в холодильник чтобы она у нас застыла все подготовка вся завершена теперь только ждем когда у нас мясо промаринуется и будем разжигать гриль ну вот пришло время разжигать гриль кстати сразу хочу сказать про режим приготовления нам сегодня мы сегодня антикута будем готовить два этапа первый этап нам нужен не прямой очень слабый жар где-то район 120 примерно 130 градусов по цельсию а на втором этапе мы будем обжаривать как раз для получения корочки и здесь нужен будет прямой очень сильный жар там где-нибудь в район 300 350 градусов для этого я буду использовать корзину слоунсир но емкость для воды нам сегодня не потребуется насыпаю треть корзины угля и складываю уголь горкой и поджигаю его в одном месте горелочки работаем горелка 40 секунд и даем ему немножко постоять но где-то буквально минутки три чтобы он чуть-чуть занялся уголь сразу ставлю поддон чтобы защитить дно гриля теперь сразу устанавливаем решетку и готовим гриль для слабого жара сначала открываю заслонку нижнюю полностью она у меня открыта и верхнюю заслонку тоже открываю полностью теперь как обычно дожидаемся когда у нас термометр покажет 90 градусов вот он уже достаточно быстро нагрелся до 90 градусов это потому что у нас нет емкости для воды с водой и теперь дим следующую операцию стабилизируем его закрываем верхнюю заслонку наполовину нижнюю заслонку я закрываю полностью и открываю отверстие для копчения тоже полностью и теперь ждем когда термометр нам покажет примерно 110 120 градусов теперь когда гриль уже нагрелся можно закладывать мясо первый этап ребята он на самом деле нам даже не готовить мясо нужно а нам нужно его подсушить сейчас гриль создалась тяга но ты очень слабый жар то есть мясо у нас не будет сильно запекаться вот она подсохнет дополнительно то есть корочка у нас будет хороший уголь кстати оставляем у так лежать пускаем в углу лежит фигарит не разравниваем антрикот и выкладываем зону непрямого жара вот и так чтобы они не касались друг друга но теперь закрываем крышку и держим в этом режиме 20 минут но через 10 минут переворачиваем их но пока как раз подготовим лук я его нарезаю кольцами по примерно сантиметру толщиной лук у нас ребята он будет выполнять роль такого мини гарнира просто когда поджаренный будет он даст такую характерную с ластинку вот и это очень хорошо подходит к антрикоту но и вообще на самом деле один из таких популярных способов подачи антрикота это подача его с луком для удобства жарки я протыкаю лук насаживаю на шпажки бамбуковые и сразу вторую половинку вот таким вот образом его в таком варианте очень легко жарить кстати лук жарится моментально то есть он там потребуется нам где-то минуты поэтому чтобы вы не переворачиваете чтобы он не разваливался на гриле я его именно шпажками протыкаю через десять минут антрикоты переворачиваем они у нас просто сверху подсыхают значительно лучше чем снизу поэтому просто их переворачиваем и оставляем в том же режиме еще на 10 минут а теперь когда 20 минут прошло переводим гриль в режим сильного жара но антрикоты предварительно снимаем их снимаю как раз на салфетку чтобы они еще дополнительно подсохли кстати если обратите внимание они действительно подсохли особенно это заметно с верхней стороны ну а дальше у нас будет что-то типа методики холодной решетки решетка я снимаю чтобы она у нас пока остыла уголь кстати как видите уже разгорелся достаточно хорошо я его разравниваю по дну корзины и досыпаем сверху свежего угля так что две третьих корзины было заполнено а теперь просто оставляем его разгореться где-то ну так минут на 7 на 10 прям не закрывая крышку он наша сильно разгорится вот посмотрите как разгорелся уголь уже полностью разгорелся ну а теперь устанавливаем решетку и выкладываем мясо а теперь жарим ребят прям не закрывая крышку на прямом жаре примерно где-то по 30-40 секунд держим с каждой стороны у нас на этом на втором этапе две задачи первая задача это получить красивую такую поджаристую корочку а вторая задача состоит в том чтобы поджарить мясо до прожарки medium well потому что вообще на самом деле это по учебнику да лучше всего чтобы у нас антрикот был поджарен до medium well чтобы он был такой слегка розовый внутри вот хотя конечно там народ обычно не парится даже в ресторанах прожаривают его до вэлдана и все но мы-то мышь крутые нам надо прям что хорошо получилось вот смотрите она уже начала поджариваться если она немножко прилипает это ничего страшного это только в самом начале дальше этого процесса уже не будет и вот так вот поворачиваем опять же вот и со второй стороны точно так же но если вы обратили внимание они уже достаточно аппетитно смотрится сейчас потребуется еще термометр для того чтобы я где-то наверно после 3 4 раза начинаю проверять температуру тут такой баланс надо держать чтобы и корочка красивая была и прожарка правильная а вот вот то что я хотел вот кстати уже пришла пора замерить внутреннюю температуру давайте посмотрим на статьи целевая для medium well нужно 65 вот они уже почти подходите видите 61 сейчас они уже буквально еще наверно пару оборотов и все еще один поворот этот как-то слабенькая но тоже все равно красиво вот этот прям замечательно это значит что у нас вот с этой стороны жар немножко побольше если хотите можно их перетусовать будет при следующем вращение но опять же смотрим чего у нас температуры 61 а это уже практически готов кстати вот именно его я хотел поджавить посильнее кстати видите да они выглядят прям как настоящие такие классные стейки и шкварчат все я думаю что наверное все сейчас посмотрим по температуре да все уже 63 уже можно это все 65 уже можно оставлять в процессе жарки можете просто проверять готовность эти какая красота немножко еще можно довести все они уже готовы все я уже их переношу в зону непрямого жара пускай они у нас еще пока тепленький полежат все этот уже готов и этот готов а теперь быстро поджарим лук лук как я говорил он жарится примерно где-то вот на таком сильном жаре буквально минуту нам нужно чтобы лук с одной стороны поджарился да как бы чтобы у появилась карамелизация а с другой стороны нам необходимо чтобы он остался такой любви к хрустинкой нам будет особенно вкусный все у меня уже даже обломилась шпажка вот лук готов я его снимаю и антрикот а теперь можно всех звать к столу посмотрите просто какая прелесть получилась какая корочка красивая замечательная антрикот кстати им можно дать постоять но где-то примерно минутки 3-4 чтобы температура распределилась и чтобы они немножко подостыли теперь что делаем с луком антрикот мне очень нравится подавать на колечках лука то есть прям вот так вот кольцами раскладываем у нас такой подушкой своего рода будет под мясо теперь выкладываем сверху антрикот прям не разрезая его и последний штрих отрезаем кусочек нашего пряного зеленого масла выкладываем его сверху и масло еще немножко подплавим горелочкой чтобы она потекло так вот какая аппетитная картина для красоты немножко перчика и прям вот так полу расплавленным подавайте но мы давайте снимем пробу я вот на этот прям смотрю до вожделею прям буквально получилось ли у нас попасть в медиум да смотрите легкая легкая розовенька медиум выл вот его кстати действительно именно медиум выл и подают вот ведь он такое слегка слегка розовая здесь особенно хорошо видно вот но и насчет сочности я не знаю видно ли это на камеру конечно мясо не жирное но посмотрите как как в нем сохранился сок дайте ему поближе его покажу видите насколько вот мягкое мясо отличный просто отличный стейк ароматный перчик прям чудо-чудо в меру соленый очень мягенький и сочность самое главное это причем я еще без масла пробую тут говорят слушай это вот он вилкой режется ну давайте попробуем вот просто вилкой без ножа я попросили еще посмотреть прожарку других ну вот он видите да грузовенький такой вот он и должен быть хотя еще раз говорю ребят это не обязательно антрикот даже завылданенной вполне себе вкусный оператор мне предложил выйти на солнце потому что мы в тени снимаем а там синит и вот я вам хотел показать какая реально на самом деле прожарка на солнце хорошо видно вот обратите внимание ведь вот она это прожарочка именно medium вл вот вот такая кстати здесь и сущность видно очень хорошо видите какой он сочный чего антрикота захотелось да внезапно снова хочу антрикот я прям не могу остановиться вот но хочется сказать ребят чем его можно сравнить вот по ощущениям по мягкости по сочности это примерно как мраморный стриплоин категории select вот только здесь очень важный момент у для того чтобы попасть именно в такой вот как бы такую кондицию достичь это как раз прожарить его вот до 65 не больше можно даже чуть меньше потому что если вы будете жарить больше там до 70 75 то он тогда станет суховато причем такой сильно сухой а здесь даже вот на доске видно сколько сока вот видите вот я вырезал вся доска влажная ну и традиционно ребят в конце совет по поводу приготовления на других типах грилей если мы берем газовый гриль то тут примерно приготовление такое же единственное постарайтесь его на втором этапе достаточно сильно разогреть то есть нам нужно даже на самом деле не гриль должен разогреться решетка потому что если у вас например чугунная или стальная решетка с толстыми прутьями именно она вам будет давать рисунок то есть у вас такой вот корочки не получится но вот этот сетчатый рисунок будет дело в том что если вы не сильно нагреете гриль то вы можете очень легко завалданить а на сильном жаре он как раз вот так красиво поджарится вот и внутри будет такой слегка слегка розовой то что касается пилетников там подход такой же то есть сначала немножко подсушиваем значит антрикоты после этого снимаем их и разогреваем пилетник до максимально возможной температуры но тут есть один момент очень важный на пилетнике желательно когда вы его разогрели например там до 250 предположим подержать его на где-то 10-15 минут потому что в пилетнике нужно чтобы вся конструкция нагрелась тогда он будет очень неплохо жарить ну и последний совет по поводу гарниров к антрикоты традиционно подается картофель в любом виде хотите вареный хотите free хотите поджаренный как как угодно может даже пюре зеленый горошек подойдет хорошо и овощи на гриле например вы прекрасно искренне рекомендую вам коллеги попробовать этот антрикот это обычная говядина с обычного рынка но по вкусу она вот точно ну поспорить скажем так с мраморными стейками начального уровня всем вам пока и ароматного барбекю